И я хочу рассказать немножко про Вселенную, как она зарождалась, как эволюционировала, чем это все закончилось. Давайте сразу в следующий слайд. Так, с чего все началось? Как мы все тут оказались? Существуют разные теории, как возникла Вселенная, одна из теорий говорит об этом, но я немножко сторонник другой теории, которая многим известна. Можно сказать? Теория называется Теория Большого Взрыва. Многие, наверное, слышали. Вот примерная картина истории Вселенной. От Большого Взрыва, так называемого, он выглядел чуть-чуть по-другому. Тут такая репродукция. Как заражало все, галактики, звезды, планеты, Земля, мы и все, что будет дальше после нас. Вот это все в рамках вот этой теории. Хочу рассказать, как все происходило. Итак, давай следующий слайд. Вот эпохи возникновения, то есть как подвигалась эволюция Вселенной и сколько это я воспринимал от времени. Началось все с сингулярности. Это очень маленькая точка во Вселенной. В этот момент не было ничего, ни Вселенной, нашей, по крайней мере точно, ни времени, ничего. Была бесконечно большая температура, бесконечно большая плотность. И почему-то вот эта точка взорвалась. Никто не знает, это не научный вопрос, что было до этого, так как мы не можем никак узнать, что было до большой взрыва. Но все равно почему-то она стала расширяться, Вселенная. И первая эпоха называется Планковская в честь известного физика. Это 10 минус 43 секунды. Это очень, ну не знаю, колоссально маленькое время, которое просто в рамках сегодняшней физики, и теоретической физики можно вообще вычитать. То есть меньше этой секунды ничего вообще в теории происходить не может. Дальше идут другие эпохи, про которых очень детально не хочу рассказать. Они скучные, как бы, но там отделяется гравитация от остальных сил, электрослабых, сильных, в общем. Проявляется инфляция, инфляционная эпоха, она самая такая обсуждаемая, так как в этот момент вообще в любой теории, как и в этой теории также, произошли проблемы. И эти проблемы хотели решить тем, чтобы в инфляционной эпохе Вселенная стала расширяться с ускорением. Почему-то она стала быстро, очень быстро расти. И получилось так, что, ну представьте себе шарик, который очень быстро расширяется, и он расширяется со скоростью выше, выше скорости света. Мы знаем, что в нашей Вселенной, по крайней мере на сегодняшний день, принято в физике, что выше скорости света в вакууме ничего не может двигаться. А Вселенная сама двигалась выше скорости света. И получилось так, что если бы мы находились на одной стенке вот этого шарика, то мы бы никак не могли посылать информацию и узнавать что-то о другой стенке, то есть любого края Вселенной. И получилось так, что следовательно одна стенка не может знать, что происходит у другой стенки. Но наблюдения показали, что Вселенная изотропна, то есть она практически однородна, то есть все происходит везде одинаково. И как бы проблема в том, что как все происходит одинаково, если никто ничего не знает о других местах, то есть что там происходит. Это основная проблема. И вот эта инфляционная вот эта эра введена, чтобы решить вот эту проблему. Потом появляются всякие элементарные частицы, они начинают с друг другом взаимодействовать, собираться в адроны, протоны, в общем, все начинает уже формироваться. Это все происходит в течение его доли секунд. После этого, в конце, прошло уже 3 минуты, после большого взрыва примерно, это все теория, то есть никто не засекал время в теории. Через 3 минуты уже началась фотонная эра, и в этот момент уже, представьте себе, вещество, и внутри вещества есть фотоны света, то есть кванты, которые находятся в ней. И через уже примерно 400 тысяч лет, после большого взрыва, вот эти фотоны уже смогли, вещество уже расширилось до такой степени, что уже фотоны смогли как бы вырваться из вещества, оно стало прозрачным. И появилось, и вот эти фотоны света, они вырвались во Вселенную. И встает у нас такой вопрос, раз они вырвались, значит мы этот цвет можем видеть. Можно следующий файл? И где же этот цвет? Вот. И ответ очень прост, его нашли в середине прошлого века. Да, следующий файл. Вот этот цвет. Ну, тут показана, конечно, температура, но это вот это отпечаток вот этого света, который навсегда останется в нашей Вселенной. А это остаток большого взрыва. Вот эта картинка, если мы их сделаем вот тем космическим аппаратом, планка, тут флюктуации, температура показаны. Флюктуации очень маленькие, но все равно как вы видны. Красный это чуть-чуть горячий, синий холодные места. Но это, по крайней мере, она практически однородная. Вселенная практически однородная. Вот это тот цвет. Но все равно, если вот космический аппарат может видеть свет, почему мы не можем видеть этот свет? То есть мы все все видели, что ночью небо темное, никакого света нет, только звездочка светит. Вот. Ну, на этот вопрос чуть похоже, но после того, как вырвались фотоны, во Вселенной не было еще ничего. Получается, материя, как будто фотоны летят, и не было звезд, которые светят во Вселенной, не было никаких галактик, светящих объектов. И можно следующий? И получалось, наступают темные века. Они делились почти полмиллиарда лет. Не можно свечить? И выглядели примерно так. Но после этого стали уже зарождаться во Вселенной звезды. Вот этот газ, который там находился, вещество, оно стало ионизироваться. То есть происходила реонизация. И появлялись уже звезды, глазары, галактики, скопления галактики. И уже что-то зарождалось, интересное происходило во Вселенной. И после этого уже прошла эра, эра вещества. Это та эра, в которой уже находимся мы, так называют. Земля уже нарождалась, все планеты и все такое. Вот это уже конечный, сегодняшний день. Следующий слайд. Мы, так, я не знаю, откуда вопрос встает, откуда мы это все знаем. Никто не наблюдал, никто ничего не видел. И это, как бы, до 400 тысяч лет вообще это только теория. После этого хотя бы какой-то свет есть, который мы можем на пыток. Это все в рамках науки. И можно было бы объяснять, откуда все это зарождалось в течение эволюции самого человечества, которое очень в рамках космологии имеет очень маленькую долю в общей человечественной истории. Все начиналось с того, что, я не знаю, земля плоская и все такое. Но я хотел бы рассказать про основную, основные идеи, которые зародились в последнее время. Так что всю историю, наверное, пропустим. Многие из вас, наверное, слышали, как это все развивалось. И начну рассказывать, наверное, с начала 20-го века, когда все уже зарождалось. Все знают этого известного физика, который написал уравнение теории относительности. В 2015-2016 год Эйнштейн написал свои известные уравнения относительности и дал начало теории гравитации, которая стала основной и доминирующей космологической теорией в то время. После этого он же в 2017 году в свое уравнение ввел космологическую постоянную. Вот эту лямбу, которую он в последующем назвал самой большой ошибкой в своей жизни. Почему он ввел это постоянную? Эйнштейн всегда думал, что Вселенная статическая. Она не расширяется, она всегда была и всегда остается. И его уравнения, которые верхние, показывали, что Вселенная должна сжиматься. И чтобы показать свою теорию, он ввел просто космологическую константу, которая показывает внутреннее состояние Вселенной, которая не дает свойства такой Вселенной, которая не дает ему сжиматься. И получилось, что его Вселенная статическая. Но после него уже в 1929-1929 год Мэдми Хаббл пронаблюдал Вселенную и на основании своих наблюдений пришел к итогу, пришел к тому, что Вселенная расширяется, он нашел закон, связывающий скорость объекта с его расстоянием, то есть от нас. И получилось так, что Вселенная расширяется и получилось, что Эйнштейн ошибался. Все-таки Вселенная не статическая, она расширяется, она как-то эволюционируется. После чего в 1932 году Бит Цвики, он тоже очень известный астрофизик, он вел понятие темной материи. И получилось так, что в это время эта идея была свечена очень скептически, потому что что такое темная материя для людей, которые в эти годы, в 20-е годы вообще человечество думало, что вся Вселенная это наша галактика только. То есть ничего кроме нашей галактики не существует. после наблюдений Хаббла и в начале 20-х годов уже только начали говорить о том, что галактика Андромета, которая наша ближайшая, например, она не в нашей галактике, это отдельная галактика, там столько же сотен миллиардов звезд, как и в нашей. То есть мы не единственная, не центр Вселенной. Так что, было встречено очень скептически, но после него, да, советский астрофизик и физик, то есть он был физиком- ягодщиком, по-моему, Берт Галф, он выдвигает теорию горячей Вселенной. То есть то, что Вселенная зарождалась, она и в этой Вселенной должно быть вот отпечаток того света, то есть зарождение Вселенной должно быть остаться. Вот это излучение, которое вот наблюдалось на этой телескопе, оно называется до сих пор электронным излучением и в его теории должно было это видно было Вселенной. И в 64-м году американцы, вот, Фензельс Уилсон на вот этом вот радиотелескопе, они обнаружили вот это реликтовое излучение, которое оказалось в радиодиапозоне. Мы не видим этот свет сегодня, который сиял 13,7 миллиардов лет назад из-за того, что Вселенная расширяется. То есть Вселенная расширяется, следовательно и все расширяется с ней. Следовательно и длина волны. То есть если этот свет, который мы сегодня видим, он ушел, длина волны увеличилась и он ушел в радиодиапазон. То есть его можно наблюдать в радиодиапазоне и они обнаружили это совершенно случайно. Это говорится совершенно случайно, но они искали это. Думали, что вот этот телескоп дает погрешность вот на этом радиодиапазоне. У них было изотрудное излучение. Куда бы они ни направляли свой телескоп, они получали то же самое на этой длине волны. Нормальный такой сигнал. Думали, что это голубинный помет. Они стали чистить телескоп и все такое. Но оказалось это отпечаток того взрыва, который произошел. И за это им дали Нобелевскую премию. И последнее, нет, не за то, что чистить голубинный помет. Мы просто нашли, да, свой рот. А после них вот это все, развитие вот этой всей теории. Да, основной последний шаг был там в 98 году. Вот, независимо друг от друга, две группы. И главе Пермутера он получил. Это они не на Нобелевской премии. Это другая премия получили. Потом они через несколько лет получили Нобелевскую премию вместе. Они наблюдали сверхновые типа 1А. И тут наблюдения показали, что Вселенная не только расширяется, но она еще расширяется с ускорением. То есть чем дальше находится объект, тем быстрее он от нас удаляется. То есть получилось так, что некоторые объекты удаляются от нас высокой скоростью, чем близкие объекты. И мы никак не можем определить, где находится центр вот этого расширяя. Где бы мы ни находились, от нас все объекты удаляются. Вот это тоже проблема. То есть никто не может найти, где произошел вот этот взрыв. Но часто задают вопрос так, если все отдаляется, мы же можем посмотреть, что быстрее отдаляется, все медленнее, и найдем точку, где это все взрывалось. В реальности не все так просто. Все однородное получается, и никак нельзя найти. находясь в нашей Вселенной, где находился вот этот эпицентр, взрыв. Вот. Вот эта теория действует на сегодняшний день. И она основная, как бы все в ее пользу. Она называется лямбда CDM теория. То есть лямбда CDM модель. Она называется лямбда CDM в честь той лямбды, которую ввел Эйнштейн в свое уравнение. И CDM, потому что на сегодняшний день доминирует теория о холодной темной материи. CDM это Cold Dark Matter. Была теория о горячей и теплой темной материи. Но горячую недавно отбросили, а теплую как-то особо не обсуждали. Я не в курсе. Я не космолог, но вроде не обсуждали. Вот. Так, давайте посмотрим, из чего же состоит все-таки Вселенная. Давайте следующий кадр. Вот ее состав, когда она зарождалась и из чего она состоит на сегодняшний день. Очень жалко, но все, что мы видим, все, что мы можем трогать, наблюдать, по крайней мере, своими глазами и так далее, это составляет всего лишь даже не 5% Вселенной. То есть вся материя во Вселенной, это всего лишь малая ее доля, 5%. Основные, основные доли приходится, ну это, опять же, в рамках вот этой модели. А основная, вот, масса темной материи, это 27% примерно, у нас составляет часть-часть Вселенной. Остальное все, вот, 68-70%, это темная энергия. Про них чуть попозже поговорим. Давайте следующий слайд. Что такое же темная материя? Темная материя, это такая гипотическая форма материи, которая не испускает никакого электромагнитного измечения и никак не взаимодействует с ним. То есть его никак нельзя пронаблюдать. Так, и она была введена в 20-х годах, но было получено широкое распространение после того, как, да, давайте зачитаем, после того, как наш известный друг опубликовал несколько статей, в которых он употреблял это выражение темной материи. Так, он наблюдал скопление галактик, и так получилось, что, чтобы объяснить, как они двигаются, вот это скопление галактик, нужно было, чтобы эти галактики имели большую массу. То есть в рамках теорий они двигались по-другому, чем должны были двигаться по-теории. И, следовательно, он подумал, что есть какая-то темная материя, которую мы просто не можем наблюдать, но которая существует, и которая дает вклад в массу вот этой галактики. Следовательно, если учесть эту темную материю, тогда они будут двигаться по теории. Это были первые шаги, но после этого уже был сделан шаг вперед, чтобы понаблюдать темную материю, и люди подумали, ну как, наблюдать что-то, что нельзя наблюдать. Как мы знаем, вот на основании теории относительности Эйнштейн доказал, что масса есть энергия, то есть E равно mc2, все знают это уравнение. Чем больше массы, тем больше энергии у объекта, и, следовательно, если темная материя имеет какую-то массу, следовательно, она должна как-то искривлять пространство-время. И когда пространство-время искривляется, вот видите, как будто какой-то шарик, это, ну все же, половина, звезда, неважно, вот это, скажем, наше Солнце, вот Земля, где-то там. Оно искривляет ткань пространство-время, как будто шарик брошен на ткань, и оно искривляет. И свет, который исходит от какой-то звезды, он искривляется и попадает на Землю. Хотя он не должен был попадать, когда пространство не было бы искривлено. Вот это и объяснило происхождение темной материи, и вот этот инсект, который называется гравитационное линзирование, он наблюдается на срочный день, и наблюдается вот здесь вот на этой картинке видно, как некоторые галактики, как мы расплющены, некоторые видны несколько раз, это говорит о том, что за этим скривлением галактик, те галактики, которые видны за ней, они как бы воздействуются под этим линзированием, они видны, или они расплющены, как вокруг линзы, кто снимает на фотоаппаратах, он видит, какие аберрации там происходят, да, вокруг линзы. То же самое происходит и здесь, в пространстве. Наблюдалось так же и наша галактика, как она вращается, и было взяло предположение, что все-таки у нее есть темная материя. Ладно, давайте следующее, поговорим про темную энергию. Она составляет 80% примерно нашей Вселенной, но мы абсолютно почти ничего не знаем про нее. Это просто вид энергии, который введен после того, как в 1998 году получили Нобелевскую премию за это, за расширение Вселенной с ускорением. То есть вот эта энергия, ее также называют энергией вакуума, она и виновница того, что Вселенная расширяется. Получается, это основное его предназначение. Больше мы про темную энергию, по крайней мере, я в двух словах ничего такого не объяснил. И сам, наверное, может не пойму. Сам космологи, наверное, ничего не знают. И Вселенная все-таки расширяется благодаря вот этой темной энергию. Так, что же происходит в нашей Вселенной? Чем же она такая интересная? Чем астрофизики, астрономы и все остальные занимаются, что они наблюдают? Она, Вселенная, очень красива, но в то же время она очень опасная. И все самое интригующее в ней, мне очень много всякого интересного. И рассказать можно бесконечно, но у меня мало времени. И я хотел рассказать про самое интересное, а что может быть интереснее, чем взрывы во Вселенной? И давайте поговорим немножко про взрывы, да. Ну, в ней формируются вот галактики, разного вида, спиральные, элитические, и не является, сталкиваются, не знаю, рождаются новые, там, следующие, формируются звезды, они формируются так же, как, да, тоже не делал, ну, ладно, они формируются так же, как и галактики. Есть какое-то облако газопылевое, оно сжимается под своей тяжестью, образуются какие-то сгустки, температура растет, плотность растет, они начинают вращаться, кто-то убегает, кто-то остается вместе друг с другом, не важно, это галактика, звезда, в основном, многие живут парами, и до самой своей кончины, то есть, кто-то, пока кто-то не взорвется, пока кто-то не улетит, ну, все, все как у людей. И, следовательно, после формирования уже звезды, вот это реальные, реальные наблюдения, как это образование, где на сегодняшний день формируются звезды, то есть, его можно наблюдать, правда, трудно, но все-таки как-то умудряются наблюдать в разных диапазонах формирования звезд. Вот, следующее. И формируются так же планеты вокруг звезд. Вот эти два рисунка, они репродукцией просто, а вот это реальные рисунки, вот это реальный рисунок протопланетного диска, и в нем образуется, кстати, звезда, и в нем образуются реальные планеты. На сегодняшний день мы можем просто видеть, как зарождалась наша Солнечная система, то есть, примерно, как зарождалась наша Солнечная система. И, да, давайте следующий слайк, вот, как все происходило, как зарождалась наша Солнечная система, как планеты вокруг нее, и что же отличает нашу Солнечную систему от всех остальных систем, которые там на сегодняшний день пока известны. Ну, это, конечно же, следующий слайк, в ней есть жизнь, биологическая жизнь на планете Земля, и все в ней живет, процветает, умирает, все как-то в гармонии, но не тут-то было. Вселенная очень, как я говорил, опасная, и в ней происходят очень сильные взрывы. Одни из самых сильных взрывов, которые происходят в Вселенной, это вспышки сверкнов. Это проэволюционирующая звезда, у которой блеск возрастает на несколько порядков, и которая испускает вот настолько большую энергию во время своего взрыва, которая равна примерно всей той энергии, которая испускает наше Солнце за 10 миллиардов лет. Представьте себе вот эту колоссальную энергию. Вот это картинки, рисунки реальных сверкнов. Эта звезда взорвалась, и вот получаются такие удивительные явления. Это газ, пыль в разных диапазонах, они вот так светятся, смотрят, я позвонил на него посмотреть, на эту сверхновую. И самое известное и самое пронаблюдаемое сверхновое, это туманность, вот такая вот правильная туманность, и в центре нее была сверхновая. Она взорвалась в 1054 году. Ее наблюдали китайцы, и в других словах тоже, но есть записи у китайцев. Она взорвалась по записям 4 июля, то есть вчера. И она сегодня наблюдается в виде вот такой туманности, которая называется травовидной, потому что она похожа на крану. Честно, я пока не вижу смысла, сколько бы я ни смотрел, но вот видимо в диапазоне, который вот там нарисован был, он похож на крану, так ее назвали вот эту туманность. Но видно, что в центре ее находится пульса, который не видно вообще абсолютно. Видите, как будто там, когда дыра образовалась, материя летит, но в центре ничего не происходит. В реальности, если смотреть ее в рентгеновском и гамотиапазоне, в центре находится очень сильный источник. Это самый сильный и стационарный источник нашей галактики, который испускает гамма и рентгеновские лучи, это вот травовидная половина пульса. Он находится в центре. Это очень-очень компактный объект. Это пульсар, это нейтронная звезда, которая имеет, скажем, массу нашего Солнца, если взять наше Солнце и сжать до диаметра 20-30 километров. Она имеет такую же массу, но если, скажем, взять ложку, чайную ложку вот этой звезды, то она будет иметь, я не знаю, как бы колоссально всех засосет в эту ложку. Она очень-очень компактная, с очень высокой плотностью и испускает излучение в гамма и рентгеновском диапазоне. К ней опасно у тебя приближаться. Не советую. Теперь посмотрим, да, почему все-таки звезды взрываются. Как я сказал, они в основном, звезды в основном рождаются в очень большом количестве, и в основном живут попарно, втроем очень редко, но бывает, в основном живут парами. И когда в одной паре в ядре после термоядерного синтеза заканчивается топливо, оно начинает расширяться. То же самое будет происходить и в нашем Солнце. Оно начинает расширяться, расширяется до таких степеней, что уже внешние оболочки не могут, гравитация не может сдерживаться, они улетают, и вместо вот этой звезды остается белый камень. Это тоже компактная звезда с массой, как нашего Солнца примерно, скажем. То есть масса основная остается, но она становится более компактной и чуть-чуть более холодной. Она приближается к соседней звезде и начинает красть ее уже строительный материал на нее, и она начинает засасывать вот этот материал до такой степени, что у нее уже происходит термоядерная такая перегрузка, и она взрывается после этого. Вот это как вторая звезда убегает или что-то с ней происходит, неважно, но суть в том, что происходит взрыв. Это цветновые типа 1А их и наблюдают. То есть они служат еще и стандартными свечами во Вселенной, так как критическая масса стандартная для любого объекта, вот эта масса взрыва, при котором взрывается, следовательно и вот эта сила взрыва тоже будет одинакова. То есть где бы мы ее набляли, можно сказать, на каком расстоянии произошел взрыв. То есть это называется такая стандартная свеча, то есть как свечу можно подальше отодвинуть, и будет видно, насколько она далеко, мы же знаем примерно, как она светит. Вот, и в зависимости от того, какая масса была у звезды, если она больше предела, чем 20-х, вот это тоже на близкий лауряд, его именем невозможно, если больше полторы массы Солнца, тогда вместо взрыва останется метродная звезда. Если больше трех масс Солнца, если превышает у Конгеймера Волкова, тогда останется черная дыра вместо вот этого взрыва. Так, в любом случае будет взрыв и будет колоссальное испускание энергии. Вот по такому сценарию взрываются сверновые первые типы. Давайте посмотрим второго типа. Этот взрыв еще сто раз мощнее того, который первый раз. То есть, если у звезды нет компаньона, то есть не у кого красть материал, тогда звезда во время своей эволюции, она в себе водород переобразовывает геллия после термозерного синтеза, потом появляются другие элементы, азот, водород, кислород и все такое. И все доходит до того, что в ней уже начинается формироваться железо. А после железа так получается, что, не буду долго объяснять, что после этого не могут синтезироваться более тяжелые элементы в звезде. И в звезде начинается вот такая вот реакция. Звезда в центре начинает вот это железное ядро формироваться, оно коллапсирует, то есть еще сжимается. И вот этот коллапс останавливает формирование нейтрона. То есть в ней вот это в железе уже сформируется только нейтрон. Как бы, можно сказать, электроны уже заховываются в протоны. Получаются нейтроны. Уже некуда сжиматься больше. И, следовательно, вот это твердое ядро сдерживает остальную всю массу, которая падает на нее. И масса, которая падает на нее, как бы отскакивает от этого железного ядра. И получается такая ударная волна, вот красная, которая на основе пути смывает вообще все, что было от звезды. Вот так же произошло с роваренной коллоновностью. Видно, как все сметается на основе пути. Это уже намного сильный взрыв. И если центр вот этой звезды получится таким массивным, что она будет больше пятнадцати масс Солнца, тогда вообще никакого взрыва не произойдет. И она просто хлопнется в черную дыру. И просто была звезда, и от нее осталась только черная дыра. Все. Это тоже интересно. Итак, давайте посмотрим, что такое все-таки черная дыра. Все вы слышали и читали, наверное, про черную дыру. Вот как мы увидели галактики, которая проходит за черной дырой. Как она истребляет пространство времени. Ну, черная дыра, по сути, это область пространства времени настолько гравитационно связанная, настолько гравитация там высокая, что от нее не может вырваться ничего. Даже кванта света. То есть фотоны не могут улететь. Есть много теорий, как выглядят черные дыры. Вот примерно как выглядит черная дыра, которая вращается, у которой есть аппетитационный диск вокруг нее. Такой же диск был в фильме «Интерстеллар», кто смотрел. И есть черные дыры, которые не вращаются. Есть черные дыры, у которых есть заряд, есть незаряженные, есть много теорий. Я не эксперт в этой области. Но если вращается, тогда у нее повезет. Такая атмосфера – это очень интересная область. В этой области вы находитесь в черной дыре, но можете из нее выбраться. Если повезет, тогда можете из нее выбраться. Но если она не вращается, тогда, если вы попадете под горизонт событий, вот этот его найдет, называется горизонт событий, если черная дыра не вращается, тогда вы оттуда уже измените, но не вернетесь. По теории квадрогравитации черные дыры превращаются со временем в… Они теряют массу, как излучение Холкинга и все такое. Они теряют свою энергию и превращаются в белые дыры. Что такое белая дыра? Это вообще более экзотическое явление, чем черная дыра. Это место – пространство-временник, куда ничего не может попасть. В отличие от черной дыры, откуда ничего не может выйти. То есть есть такие экзотические явления во вселенной. Наверное, я не знаю, мне время ограничено. Я не смогу про все интересное рассказать, что происходит вселенная. Давайте, самое интересное, да, будет, если мы посмотрим чуть-чуть вперед и узнаем, что нам предстоит увидеть. Да. В ближайшем времени, в глобальном сценарии, да, вселенной ждет три высота. Я не знаю, в будущем во вселенной она может… Ну она же расширяется, следовательно, что она может сделать? Или расширится, остановится и будет все статично, будет все происходить, звезды выгорят, и все превратится в тепло, и все, ничего больше не останется. Это, как так называют, тепловая смерть, такой истоселенной. Второй большой… Развык. Она с ускорением будет расширяться и так и не будет останавливаться. Всех разорвет. То есть ничего не останется, будет начинать. Все это темно. А третий вариант – это большой сжатий. Когда оно расширится, ускорение остановится, расширение остановится, и оно будет уже обратно идти, будет все слопываться. Все придет обратно в сингулярность. И есть теория, что после этой сингулярности опять вселенная имеет такой цикличный характер, и она опять расширится и будет новая вселенная. В ней опять будет зарождаться жизнь и все такое. В любом случае, нам живыми не выйти из этой вселенной, так что это факт. Самое близкое, что я нашел и интересное… А, да. Это форма вселенной. Вот эти все теории, они основаны на том, сколько темной материи есть во вселенной. Это наблюдается, и цифры все уточняются с каждым годом, с каждыми наблюдениями. И какой вид, какая форма у вселенной. Она плоская, она имеет вид как шар, или она вот… То есть искривление положительное или отрицательное. То есть видно, на сегодняшний день теория с ошибкой в полпроцента дает результат, что она плоская все-таки. И все становятся в пользу того, что вселенная будет расширяться бесконечно. То есть ее разорвать. Это на сегодняшний день принятая теория. Но все-таки ее уточняют, потому что самые маленькие искривления вокруг вот этой линии дадут другой результат. То есть она или слотнится, или вообще… то есть останется в таком случае. Вот. Давайте следующий слайд. Посмотрим, что произойдет в ближайшие годы. Самое ближайшее, которое интересное, на мой взгляд, событие – это будет через 10 тысяч лет. Этого мы тоже не увидим, но 10 тысяч лет в рамках Вселенной – это очень мизерное время, реально. Для человека это очень-очень большой срок. Только через 10 тысяч лет наши космические аппараты, которые были выпущены – Voyager, Pioneer 10 и 11, они только достигнут краю Солнечной системы. Только через 10 тысяч лет. Это только Солнечная система. Это даже не галактика. И я не говорю про все остальное. И очень интересный вопрос, что я даже попал в этот верхний. Это аппарат «Новые горизонты». Он 14 июля вот этого года, он достигнет своей цели, он достигнет Плутона. Плутон выбросили из списка планет, как вы знаете, в шестом году. И она начнется карликовой планетой, но про нее очень мало известно. Она вот 14 июля пролетит мимо Плутона, сфотографирует, уже фотографирует, делается. Но, к сожалению, вчера у нее был сбой. Как бы она долетела от Плутона, и у нее на первом компьютере был сбой. И включили второй компьютер. Не знаю, чем это закрылся, но я не знаю. Пока она летела, все пошло на виде госяк. Вот. Можете наблюдать. На сайте NASA будет показано видео, по-моему, как она будет пролетать. Хотя потом можете запись на проекте. Все этого очень ждут. Давайте следующий слайд, посмотрим, что же будет после этого. Через 40 миллионов лет один из спутников Марса, Обас, упадет на Марс. Это будет очень интересно. Всем советую посмотреть. Обас, упадет на Марс, и у нее останется только Деймос. Это не такой большой, как наша Луна. Но все-таки зречи будут очень впечатляющие. Давайте не читай. Следующее. Через 240 миллионов лет Солнце сделает один оборот вокруг центра нашей галактики. То есть пройдет один галактический год. Это тоже очень интересный факт. И я думаю, всем хотим узнать, сколько длится один круг вокруг нашей галактики. Следующее. Через один миллиард лет, как я говорил, Солнце будет расширяться. И через один миллиард лет примерно уже на Земле жить будет невозможно. Будет слишком жарко. И я думаю, мы уже в это время покинем Землю. По нашей плане и не по нашей. Но жить тут уже будет невозможно. И, наверное, мы будем уже в других солнечных системах, надеюсь. А через 5,5 миллиарда лет уже Солнце вот с таких размеров, вот этой точке, станет вот такой. И оно по дороге или поглотит нашу планету, или сдуит ее чуть-чуть подальше. И в итоге она может закончить жизнь вот в таком виде, вот планетарной туманности. В центре останется белый камень, но все будет так красиво. И примерно же в это время, через 7 миллиардов лет, ну, примерно, там, 6, можно сказать, 6-7 миллиардов лет, вот это самое, по-моему, очень красивое то, что случится. Наша отличающая большая галактика, Андромедия, столкнулся с нашей галактикой. И вот как будет небо выглядеть ночью через 7 миллиардов лет Земли. Очень-очень красиво. На Земле могут этого не почувствовать, если мы будем еще тут жить, потому что нас может это как бы не коснуться, может чуть-чуть сдвинуть Солнце, может в поле чуть-чуть улететь, но как бы особо такой контакт физического ничего не будет. И в конце, через 22 миллиарда лет, это в рамках вот теории большого взрыва. Всех разорвет, и во Вселенной останется только темнота. Это в рамках вот этой Вселенной, но я нашел очень много интересного после вот этого времени, 22 миллиардов лет, 10 тысячных степеней какой-то. то есть по статистике за это время может зарождаться, я не знаю, все остальное, это может и происходить другое, но в рамках этой теории это вот конец. И да, наверное все, тут у меня было видео, но оно не будет показываться. Это моделирование как, вот каждая точка здесь, это масса 10 миллиардов Солнца, то есть одна галактика. Здесь одна точка получается одна галактика, чем ярче точка, тем больше там галактик, скоплений. И тут было 3D-видео, это моделирование численное, как выглядит наша Вселенная. В принципе, кто хочет, может посмотреть. Моделирование называется Биллионим. И долго-долго длилось это моделирование, считалось на суперкомпьютерах. Можете посмотреть очень-очень красочно. То есть это всегда мне напоминает, какие мы мелкие создания и насколько ничтожна Земля. То есть мы, даже тут галактика не видно. что говорит про самолит Солнце или планету Земля. Или про человека. Вот, а это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Так, если есть вопросы. Теперь уже вопрос. Где ближайшая находится земля, которая может вам профиксировать новое и стерить жизнь с лица Земли? Да, честно, я расстояние не помню. Но есть одна звезда в нашей галактике самая ближайшая. По-моему, она кандидат сверхновую. Это Бэтл Гейзи, которая, если даже взорвется, нас это не коснется. Но если она взорвется, ее взрыв может произойти в любой день. Это реально. То есть любой день в рамках космологии, это примерно где-то сто тысяч лет на сегодня. То есть она в любой день может взорваться. И если она взорвется, то на небе, кроме солнца, будет еще светить ярко что-то. То есть днем его будет виден. То есть она, звезда сверхновой, она настолько яркая, что ее свет гасит, можно сказать, весь остальной свет галактики. То есть она сопоставима с яркостью галактики. То есть ее можно будет днем наблюдать. Но нам не грозит ничего пока. Спасибо. Спасибо. У меня вопрос. А вот фильм Интерстелла, кто упомянул, когда рассказывал, насколько там правдоподобные события, которые происходили? Честно, один знакомый космолог за столом мне рассказал несколько фактов, которые в фильме, ну, изложены не очень, не очень правдоподобные события. Правда, я не пошел меня разбирать в этом всем. Он этот фильм не смотрел, только читал сценарий и все такое. И он нашел очень много ошибок в этом фильме, которые просто невозможны. И, как я сказал, черная дыра, которая там находилась, начнем с того, что как черная... Она в Солнечной системе была, да, по-моему, около Юпитера. Как она там оказалась, она была бы не статичная. Они бы следились на планету, которая была вокруг Солнечной системы, на которой, как вы помните, были волны несколько этажей. Эту планету наверняка бы разорвал уже давно. Если бы она не упала на черную дыру, они вошли в черную дыру, да. Оттуда выбраться вряд ли возможно, если даже возможно. Если бы туда попасть, попадете в сингулярность. Черные дыры слопы выбраться в белые дыры. Короче, очень много и неизвестного, и, правда, с этой теорией, очень неправдопозрано в этом фильме. Но все-таки она дает почву для проглушений, чтобы... Это не научный фильм, это научно-популярный фильм. Я не верю всему, что происходит так. Ну, там много и разливок. Например, как черная дыра выглядит бы с операционным диском, это реальное моделирование. И они выпустили несколько статей даже. То есть это моделирование научных журналов было выпущено. Спасибо. Еще небольшой вопрос. Если в обычной звезде происходит обычная термейлерная реакция, два атома водорода сталкиваются и получается гель, да? Нет. А какая реакция происходит сверхновой, что позволяет взрывать вообще такой объем энергии? Там сталкиваются атомы железа или что? Нет, ну, формируется железное ядро. Нет. Формируется железное ядро, и после этого уже не хватает энергии, чтобы формировать более тяжелые элементы. Ну, представьте себе, что-то железное ядро и с очень высокой скоростью звуковой падает на это железное ядро частица. Очень огромная масса. Это, ну, как бы, я не могу просто представить. Вы должны это представить. Вот. Оно больше никак не сжимается. Это не нейтронная звезда в центре. Она отскакивает от этого ядра и летит с двойной скоростью обратно. Вот эта масса. И получается такая волна. Ударная волна. И вот эта волна врывает сверхновую. То есть реакции таких больше не происходит. Первая дельная реакция уже останавливается. Она становится... Она начнёт... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ